Иса и Сына Святого Божия. Дорогие братья и сестры, только что мы с вами прочувствуем Слово Божие. И, конечно, эту евангельскую притчу называют притчей про Всебито. Но, когда подумать про ее смесь и про тое расставление, которое дает нам эту притчу Господь Иисус Христос, то правильнее было бы назвать эту притчу притчей про хлебу души человечей. Господь сея свое Слово, як неколе ишов сей бит по поле, брав насельник и раскидывал. И вот одно зерненько попало на добрую хлебу, иншая на каменистую, и еще иншая у зерни попало. И вот так, Слово Божие, Господь як сей, йон иде породу людскому, иде сярод людей, и сея свое святое Слово, Слово своего спасения. И в кожную душу гэтае Слово трапляет. Нема такой души, до якой бы не дошло Слово Божие. Нема такого кусочка человечей хлебы, человечей истоты, якого б не досягнуло Слово Божие. И оно трапляет на хлебу нашим сердцем. Али што отбываеце Бог? Як мы, люди, прымае мятое Слово? Чаму адна хлеба добрая и плодородная. А іншая хлеба скамейтням, яшчай іншая хлеба стеркням, яшчай іншая хлеба твердая, так, што гэтае насеўне Слово Божие заснаецца зверху, прылітаець дэмали і крадуцьям. Чаму адна хлебаець? Ак чого залежець якасць хлеба? Ак чого залежець? Йось там хаминь, ти нема хаминь. Ак чого залежець? Утоптаная твердая земля на твою иградце, ти яна апробленна. Ак чого залежець? Растуть на твоих градках добрые рослины, ти растетам пустозеўна. Ак чого гэта залежець? Та залежець от працы человека. Калі господарці, госпадыня вышли весною на свой гарод, калі яны вудобро пропололі, калі яны повыкитвали оттоль усе лишніе, калі яны прыходзіць до тэх градок, які яны посаділи, дбаюць про іх, проколююць, то на такої градці зразуміло, вырасте добрым раджаўне. А калі так, вийшел, кинул что-нибудь і паўшоўне. не подрихтовав ни хлебу, ни прокололу, то што на такої градці дуэсті? Всіма гэта добрым раджаўне. Той асамы і з душою чаваўне. Кап ў душі нашай прарасло Слова Може, таксама трэба працаваць, таксама трэба выкидваць каміння, злобы, зайзерісті, гракоў. Трэба варушыць глебу сваёй душі, глебу сваёго сэрца, малітвою, пастом, добрымі справам. Трэба бараніцца крэсным знамінням, каб не падлятали ось гэтае злые дэманы і не кралі у нас Божьоў Слово. Одным словам, працца, працца над сваёй душой. І калі ты працуеш над сваёй душой, то тады глеба твоё юши добратворны для таго, каб Слово Божье упавши туды, дало плод, принесла належныя Богу плоды. І вось до такой працы нас сёння закликае Господь. Будзім жа добрыми, рубливыми працавниками на ниве своёй души. Аминь. Аминь.